Книга «Открытым оком» 1 том. Вопрос 248. Политика. В книге «Великая в малом» в качестве эпиграфа приводятся слова митрополита московского Филарета «Люби врагов своих, ненавидь врагов Христа, бей врагов Отечества». «Так, всё-таки бить врагов Отечества или не бить?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Митрополит уже умер, а желчь его слов продолжает отравлять людей. Плач. Иеремии 5.7. «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Это как раз тот случай, когда за поданный соблазн обещан жернов». Лука 17.2. «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Слова «враг Отечества» эквивалентны словам «враг народа», так что благословением сталинских репрессий можно считать слова митрополита Филарета. Если митрополит действительно говорил эти слова, а не просто их приписывают ему, то он заслуживает анафемы. Галатам 1.8.9. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Подробно в книге к истинному православию. Враг Отечества – искусственно придуманный термин политиканов, но Новому Завету он неизвестен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова